Всем привет! Сегодня я расскажу вам о своих покупочках на карантине. Это стало масштабным событием выходить в супермаркет. Единственное, для чего мы вообще выходим. Так, и поехали! Первый пакет. Если что, я его дезинфицировала, поэтому с ним все хорошо. Продукты я тоже буду дезинфицировать, но уже после. И стол тоже. Так что не переживайте. Самая главная покупка это мясо. Куриное филе. Влад разрешает мне покупать его только вот в таких вот паках. Потому что на развес он сказал покупать ну-ну-ну, Юля, нельзя. Поэтому вот такое вот куриное филе. Оно ему внушает доверие. Еще одна пачка тоже филе. Вот такая вот коробочка стоит 150 гривен. Так. Это бабушка просила эклеры. Эклеры. Эклеры с белым кремом, с вершками. И я бабушке их привезу. Что тут 3 штуки? Я так подумала, так мало этого. Капец. Но тут есть и другие эклеры. Правда, она любит с белым кремом. Есть еще вот такие вот эклеры профитроли с шоколадом. Их уже побольше. Они такие маленькие. Дальше идут мусорные пакеты. Вот такие вот голубые мусорные пакеты на 35 литров. Влад уже активно обрабатывает антисептиком АХД. Краска, Ленти, как сразу. Вай, фу, воняет теперь спиртом жутко. Няша пришла. Няша ушла. Няша сама все ли не заходит. Так, дальше. Это профитроли со сгущенным молоком. Вот такие вот. Влад тоже сразу же обрабатывает. Так, это чек. Чек Влад побрызгал, и он стал пятнистый, как зебра. Мы сегодня скупились на 1563 гривны, 80 копеек. Дальше детское мыло. Это для Владика. Ух ты! Ух ты! Пропадает сразу текст. Зачем ты? Все! Ай, бам, ты! Стер! Вдруг меня кто-то будет спрашивать, сколько стоит, а я не расскажу. Смотрели, кстати, сегодня имбирь. Чуть ли не под 400 гривен стоит. Я в шоке. Но я его не покупала и не собираюсь покупать. Юля мне говорит, Влад, посмотри, имбирь по 400 гривен. Я говорю, да, ты его брала до этого, когда он был дешевле? Она говорит, нет. Я говорю, а почем он был до этого? Она говорит, я не знаю. Короче, видите, как играют массовые вот эти вот все информации на психику людей. Так, смотрите, это детское мыло. Купать Владика. Кстати, у нас в супермаркете объявление такое, уважаемые посетители, пожалуйста, не трогайте руками те продукты, которые вы не собираетесь брать. Вот это, кстати, очень мудрое решение. И я так наблюдала за людьми, они все равно берут вот так вот, рассматривают, ставят. Это как я с икрой. Ты с икрой, зараза, стоял. Так надо прочитать составы и так далее, ну естественно. Так, дальше это агуша, детское питание для моего любимого Владика. Детское мыло, детское питание, все для ребенка, понимаете? Дальше детский микс овощей, тоже для Владика, набор шеф-повара. Да, я сейчас буду это самое, а ты крути. Давай. Крути, начали. Фу, ты не представляешь, как отвратительно пахнет этот антисептик. Что, рассыпалось? Нет. Нет, не рассыпалось, и хорошо. Еще один детский микс и еще один детский микс. Фу, все, Влад, уже невыносимо этот антисептик. Дальше хлеб тостовый белый взяла, потому что цельнозернового не было. Я такой же тостовый цельнозерновой беру. Давай сюда хлеб. У нас антисептика мало. Почему нельзя обработать тогда, когда я уже все сниму и уйду от этого? Нет, потом будет лень. Дальше икра лососевая зернистая. Красная икра. Влад, зачем ты красную икру взял? Ну, потому что карантин это не повод не шиковать, да? Это, конечно, да. Но она, я считаю, достаточно таки калорийная и очень соленая для наших желудков. Поэтому не знаю, с чем ты ее взял. Это был первый пакет. Теперь второй пакет. Я взяла в этот раз побольше зелени. Смотрите, укроп, укроп. А ты можешь сюда смотреть, да? Укроп, петрушка. Я сюда и смотрю. А мне кажется, ты в эфир все смотришь. Нет. А убери тогда. Нет, там люди смотрят. Ладно, хорошо. Укроп и петрушка. Укроп и петрушка. 14 гривен укроп. 11 гривен петрушка стоит. Дальше вот такие вот белые огурчики. Это грибы. Ой, я тупая, извините. Огурчик. Я когда о огурцах думаю, и понятен огурчик. Я тупая. Я тупая. Я тоже. Так, смотрите, это белые грибы. Обычные шампиньеры. Дальше это наши любимые печеньки. Бамбук. Бамбуковые печенья. Очень вкусные. Знаешь, мы можем так травануться. А ты можешь, когда я пшикаю один раз, крутить со всех сторон, чтобы на него... Влад, ты можешь попшикать потом, когда я сниму видео? Потом я не буду пшикать. Заболею, пиздец, потом будешь. Все. Просто ну воняет, мне нечем дышать. У меня уже обжег слизистый пошел от спирта от этого. Обжег или ожег? Короче, секрет расскажу. У нас АХД давно закончился. У нас разливной спирт, наверное, 100% там в АХД. Поэтому я просто не выдерживаю уже. Дальше яблоки. Естественно, я их все перемою. Вот такие вот яблоки. Это Влад выбирал. Яблоки называются флорина. 17 гривен целая упаковка. Я взяла мандарины. А под елкой мандо-мандаринки. Лимоны взяли. Сколько? 88 гривен лимоны. Это сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штучек. 88 гривен. Вы что, с ума сошли? По-моему, это дорого для лимонов. Это гривен по 12 за штуку. А стоило раньше 5 гривен один лимон. Так, дальше 26 гривен помидорки. Помидоры дешевле будут, чем лимоны. И огурцы. Наконец-то зеленые огурцы. Зеленые огурчики. Я люблю, кстати, огурцы. Вот такие вот с пупырышками. Мне они больше нравятся, чем вот эти гладкие огромные огурцы. Мне нравятся пупырышки и маленькие огурчики. Так, и последний пакет. Очень тяжелый. О, этот десерт мы покупали на Кипре за 5 евро, да? Такое мы покупали? Или нет? Нет. А, нет, это другое. Это уроки троги. А мы-то в такой же баночке покупали по 5 евро на Кипре. Влад, обрабатывать будешь? И есть. И есть. Так, это Влад взял активи. Вот такой вот с бананом и киви. И я взяла, конечно же, сахар, потому что сахар быстро заканчивается. Я часто что-то пеку. Я опять буду печь яблочную шарлотку, а на нее на минуточку нужен стакан сахара. Еще я пью чай с сахаром, да. Я не идеальная. Дальше молоко. Вот такое вот молоко, в принципе, самое обычное, чисто на кофе. С чего люди решили, что люди должны пить молоко, коровьи? Влад, потому что мне вкусно кофе с молоком, ведь я люблю кофе. И я могу пить его только с молоком. И я не хочу с растительным молоком. Я хочу с обычным молоком пить его. Дальше туалетная бумага об ухо. И, естественно, куда же без него, это наш любимый крем-сыр какао. Я его просто обожаю. Ммм, сейчас буду лакомиться. Сейчас мы будем лакомиться вместе с Владом. Еще крем-сыр какао. И крабовые палочки. Можно будет сделать крабовый салат. У нас есть много очень яиц. Есть у нас кукуруза. И теперь есть крабовые палочки. Больше ничего в крабовый салат Влад не разрешает добавлять. Поэтому крабовый салат такой скудненький у нас получится. Не разрешает добавлять ни рис, ни помидор. А вы знаете, что она в крабовый салат добавляет помидор. А чего нет? Это отвратительный вкус. Влад, потому что ты сказала, огурец нельзя, он твердый. Тогда я огурец добавлю. Я сказала, я добавлю огурец. Ты вообще не любишь крабовые салаты? Чего ты им пристала? Так, ладно. Это еще вот такие вот печеньки очень вкусные, бамбуковые палочки. Дальше для Няши корм. Она вот такой вот корм любит. Ей именно такой нравится. Больше она никакой не ест. А, еще она ест, который нельзя суши привозить. Это что? О, мы наконец-то купили тройник. Вот такой вот тройник нам нужен для того, чтобы микроволновку одновременно включать с чайником. Потому что мое утро всегда начинается с того, что я переключаю то на микроволновку, то на чайник. То не на микроволновку. Ну, короче, такой геморрой был. Так что геморроя больше не будет. Сметана. Это незаменимый продукт Влада, особенно если он ест картошку, пюре. Вы же знаете, он со сметаной ест, зараза, такой. О, сейчас народ начнет мне писать по поводу моих принципов с коровами. А, да, кстати, а с чего мы решили, что нужно есть сметану? Так, дальше пакет для мусора. Еще пакеты взяла. Пакеты для мусора нужны всегда, потому что мусор в доме у нас завались. Выносим, выносим, а он накапливается. Еще взяла вот такие вот штучки для подливы, для борща. Пригодится. И моющее средство гала. Дали, нагланка, буль-буль, буль-буль. Так, ну что, мы все... А то, что рожили? Что? Это я уже показала. Так, все. Все, мои хорошие, буду заканчивать свой прямой эфир. Я параллельно вела прямой эфир и параллельно снимала вам видео на YouTube. Всем спасибо, что были со мной. Пишите в комментариях покупочки, если вы досмотрели до этого момента. А я вас всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока. Пошла раскладывать покупки и дезинфицировать. Интересно, как дезинфицировать туалетную бумагу? Понятно? Хорошо. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...